Филологический факультет Брестского государственного университета имени Пушкина – факультет творческих личностей. Преподаватели, студенты, абитуриенты, что важно, любят креативить, знают, как себя преподнести, но самое главное – они знатоки русского языка и русской литературы языка, которым восторгался и писал, на котором великий Пушкин. Друзья, прекрасен наш союз под таким названием в 13-й раз в Бресте прошел международный пушкинский фестиваль. Мы нашли новый формат, мы стали получать ваши видео, и оказалось, что это тоже прижилось, потому что многие смогли, например, в этом году сниматься уже в усадьбе Немцевичей, делать великолепные праздники на сцене своих учреждений образования, и таким образом мы тоже побывали у вас в гостях, и это действительно дорогой восторг. Я хочу сказать еще и о том, что, конечно, фестивалю все эти годы помогали те, кто так же, как и мы, предан Пушкину, его слову, его взгляду, его умению и мастерству вот так захватить, завоевать людей, человека, что он остается под его магией уже не одно столетие. Итоги подведены. В этом году в четырех конкурсах чтецов плаката в ССС сценическом участвовало более 300 представителей Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана уже второй год. В сценическом конкурсе и конкурсе чтецов свои таланты демонстрировали дошкольники и учащиеся младших классов. Но самое главное, что все те, кто сегодня соприкоснулся с поэзией и прозой Пушкина, останутся верны ему, читая и перечитывая, анализируя, делая выводы. Ведь Александр Сергеевич писал и о любви к родине, и о патриотизме, обо всем, что так важно сегодня. Со временем каждый из нас находит в творчестве Александра Сергеевича что-то новое, что-то для себя. Одним нравится лирика, другим нравится патриотизм, другим нравятся его легкие стили. Но главное, что объединяет нас, и это, наверное, правильно было отмечено в названии сегодняшнего мероприятия «Друзья, прекрасен наш союз», конечно, объединяет тема Родины, тема Отечества. Любовь к родной стране, любовь к её традициям, к людям. Конечно, это главное, что сегодня нас всех волнует, волнует и заставляет по-новому прочитать те бессмертные произведения Пушкина. Олег Мурашев преподнёс университет в фотокопии документов с характеристиками лицеистов, в том числе и характеристика Александра Пушкина из архива российской внешней политики. Фестиваль «Убыть» подчёркивал каждый выступающий, поскольку количество его участников с каждым годом становится больше. Мы работаем вместе с кафедрой уже, ну, наверное, больше десяти лет или что-то около того. И должен сказать, что это сотрудничество, оно, ну, скажем так, очень трудотворно. У нас много проектов, у нас здесь открыт русский центр, собственно, это такая тема, которой занимаюсь непосредственно я. И мы, безусловно, очень рады тому, что этот центр здесь есть, вот, тому, что им руководит такой человек, как Татьяна Васильевна. Безусловно, человек очень увлечённый своим делом, очень позитивно настроенный. Вот, и, конечно, очень хорошо, что русский язык здесь, в Бресте, изучается на высоком уровне. Каждому участнику были вручены дипломы и поощрительные подарки, а студенты подготовили замечательные концертные номера. «Мой секундант», — сказал Евгений, — «вот он, мой друг, Мансиет живёт. Я не предвижу возражений на представление моё, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губу прикусил, а Негин Ленского спросил, «Что ж, начинать? Начнём, пожалуй», — сказал Зарецкий. И пошли за Мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Лариса Османовича, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok